Кошкинское интернет телевидение Мы проводим открытие сезона по футболу, посвященной 70-летию Великой Победы и 100-летию Элеватора Дорогие друзья, нам нужно быть достойными Великой Победы, достойными наших ветеранов, героев и достойными нашей великой страны Кошкинское интернет телевидение Друзья, для открытия нашего спортивного праздника приглашается глава муниципального района Кошкинский Титов Виктор Николаевич Всем добрый день! Год 2015, юбилейный год, год Великой Победы, 70 лет, 100-летие Элеватора Погрузненского И, конечно же, сегодня праздник 1 мая Всех я с этим поздравляю И, конечно же, сегодняшнее мероприятие, которое проходит на Погрузненской земле Связано в первую очередь со столетием Элеватора Это действительно веха, это история Это крупное предприятие, которое сегодня вновь начало работать И, конечно, здесь мы говорим огромное спасибо компании Синка Которые все делают для того, чтобы производство в Кошкинском районе увеличивалось и, соответственно, набирало обороты Дорогие друзья, уважаемые спортсмены Конечно же, год юбилейный, 70-летие Победы Мы чтим сегодня память тех, кто не вернулся с фронта Тех, кто уже ушел из жизни Сегодня в Кошкинском районе всего осталось 17 участников Великой Отечественной войны И вот мы за два дня, лично я проехал каждого участника Конечно, самочувствие с каждым годом все ухудшается Ухудшается Но мы сегодня должны именно встретить эту дату Очень с хорошими успехами, в том числе и в спорте И надо сказать, что год спортивного сезона Мы начали не с плохих результатов Это хоккеисты заняли первое место Это сегодня шахматисты заняли первое место Волейболисты заняли, мужчины, второе место Я надеюсь, что и футбол в этом году тоже поднимется на ступень выше Мне бы хотелось вас поблагодарить То, что вы каждый проявляете именно в этом плане Большую пропаганду по развитию этого вида спорта Потому что, как бы мы ни говорили, футбол самый доступный Самый традиционный в нашем районе Мы также будем его поддерживать Будем стараться, чтобы именно для каждого футболиста создать нормальные условия Всех с праздником, с открытием сезона И вам успехов в вашем вот таком спортивных достижении С праздником! Уважаемый Виктор Николаевич, я прошу вас поучаствовать в награждении От имени комитета по физической культуре и спорта Туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Кошкинский Выражаем глубокую благодарность Евгению Геннадьевичу Яндукову За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Также прошу представителей капитана команды «Нефтяник» подойти получить награду Благодарность Александру Анатольевичу Мальцеву В спортивном празднике не присутствовал Яндуков Александр Евгеньевич За большие успехи в спорте на областном и всероссийском уровнях Особый вклад в развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни Награждает Яндуков Александр Евгеньевич Благодарность главы муниципального района Кошкинский Благодарность Благодарность награждается у садиков Юрий Анатольевич Член сборной района по футболу и баскетболу Благодарность Начальность награждается имамудзинов Раис Искандарович Член сборной района по футболу Здесь он нет. Прошу представительного тренера команды получить награду. Также награждается Федоров Игорь Борисович. Все воспитанники Сашина Александра Акадьевича. Давайте поаплодируем тренера. И благодаря письмому комитету награждается инструктор, активист Дементьев Владимир Михайлович, инструктор сельского поселения Орловка. Спасибо ему за работу. Также деревик и футболист, член сборной района. Спасибо, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, посмотрите на замечательный кубок, который находится у нас на столе. Этот кубок для вас приобрел Гридунов Алексей Юрьевич. Сегодня он организует эти соревнования. И я с удовольствием представляю ему слово. Слово Гридунова Алексея Юрьевича. Здравствуйте. Всех с праздником, с первого мая. Очень приятно видеть сегодня столько молодых людей, здоровых, крепких, любящих футбол, любящих спорт в этот прекрасный солнечный день. Я хочу сказать, что мне очень приятно, что мы смогли сегодняшний турнир приурочить к 100-летию элеватора. Вот здесь, наверное, прям глядя на элеватор, под стенами его. Понимаешь, что 100 лет – это целая эпоха. Эпоха, перемен. Это царская Россия, когда был построен элеватор. Это революция октябрьская. Это годы Великой Отечественной войны, пережитые. Это новое время, тяжелые 90-е. Сегодня, пришагнув вот этот вот этап, 100 лет, элеватор вдохнул новую жизнь, войдя в группу компании «Синка». Я думаю, что сейчас уже для него 100 лет – это уже что-то старое такое, прошлое. Впереди новые горизонты, новые даты, новые юбилеи. И я надеюсь, что мы пройдем этот этап успешно, удачно. Ну, не посрамим мы с земли, Кошкинская. Второй праздник, которому хотелось бы уделить внимание, это предстоящий 9 мая. День Великой Победы, день памяти и скорби людям, положившим голову в годы Великой Отечественной войны. Как сказал Виктор Николаевич, правильно отметив, что сейчас ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше. И мы должны помнить и не забывать, что произошло. Наша основная задача – это светлая память о тех годах, о тех моментах. Я хочу еще раз поздравить вас сегодня с праздником, с открытием футбольного турнира. Пожелать вам всем удачи и, наверное, глядя на этот красивый кубок, хочу сказать, пусть победит сильнейший, но в честной спортивной борьбе. Спасибо огромное всем. Спасибо, Алексей Юрьевич. Очень приятно начинать этот турнир с награждения. У нас в течение полугода, во время зимнего периода, когда у нас сельхозпредприятие находится, так скажем, не в очень перегруженном состоянии, проходила спартакиада работников сельхозпредприятий. Инициатором был Яндуков Евгений Геннадьевич при поддержке управления сельского хозяйства и, конечно же, поддержка финансирования администрации района. Поэтому я для награждения победителей этой спартакиады приглашаю Строкина Евгения Федоровича, руководителя управления сельского хозяйства. Итак, за третье место в районах соревнований по мини-футболу среди сельского предприятия муниципального района Кошкинский награждается команда СПК Черемшан. За второе место награждается команда поиска Степна и Шантала. Внимание! За первое место награждается команда поиска имени Кирова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Также в спартакиаде... АПЛОДИСМЕНТЫ По дартству третье место заняла команда Оттава Юреева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И за первое место награждается команда ООСП Романовка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За второе место награждается команда ССК имени Кирова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И за первое место награждается команда ССК имени Кирова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и убеждает более молодых футболистов. Ну и в целом, по итогам спартакиады, третье место заняла команда поиска Степная Шантала. Из 11 команд третье место заняла команда БСК Шантала. За второе место награждается команда поиска имени Кирова. Также из 11 команд. Это очень хороший результат. Ну и победителем спартакиада стала команда СПК Черемшан. Руководитель лендуков Евгений Геннадьевич. Спортсмены рвутся у нас в бой. Я прошу вас, чтобы сегодня игры проходили корректно, красиво, честно и, конечно же, без травм. Для вас сегодня райпо. Здесь работает, значит, лавка. Скорая помощь здесь. Можно обращаться в любом случае. Так. Да, лучше не обращаться. Так. Первая игра на этом поле, поле номер один, играет Кармала Легионер. На втором поле Васильевка Орловка. Приступить к разминке. Вторая игра на первом поле, элеватор Родина. И на втором поле Четыровка. ПСШ. ПСШ.